Проповедование Проповедование Мы говорили о введении заключения И мы говорили о том, как сделать проповедь актуальной И насытить ее иллюстрациями То есть Все это идет речь о Проповеди самой О том, что написано в нашем конспекте Сейчас Мы переходим к тому, как представить Эту проповедь Согласитесь Часто проповедь может быть самой великолепной Отлично подготовлено На бумаге выглядеть будет блестяще Но неудачное представление на кафедре Все испортит Если человек будет вяло, монотонно Неинтересно говорить об этом Все, бывает наоборот Вроде ничего такого Материала нет большого, но проповедник Так ярко скажет, люди Влечены, люди слушают Записал, а вроде ничего не говорил Но умел представить это Эмоции, жесты, сила звука Яркость представления Поэтому здесь надо обратить на это внимание Я думаю, что Часто мы теряем Мы готовимся иногда Действительно много времени Брат рассказывал, сколько он готовится И вот 15 минут могут все испортить Если мы не готовы, если мы не повторили проповедь Если мы еще раз не продумали ее Как мы ее будем выражать Если мы привязаны к конспекту и так далее Это все испортит дело Поэтому так важно проповедование Да, Александр? Я хотел спросить Насколько важно Изменять тембр Тембр голоса Может быть Или высоту голоса Или В общем, ораторское искусство Применять в проповедании Так скажем Мы будем чуть позже говорить об этом Но так предварительно Скажу, что Здесь важнее естественность сама В естественной речи Мы тоже повышаем тембр голоса Мы понижаем Когда мы говорим с друг другом И здесь должно быть больше естественности Единственное, что Конечно, когда мы на кафедре Может быть нам надо говорить громче Чем мы просто беседуем с человеком Вот Чтобы не было напыщенности Да Чтобы там Речитативом начинать Или возвышать голос Или кричать Это должен быть естественный Том голоса Но громче Но Очень важно иногда Понижать и повышать Скажем, если вы чуть тише говорите Иногда вы как бы обращаетесь К сердцу человека Ну, как будто вы Представьте, вы где-то беседуете с другом Я тебе по секрету скажу что-то Вы ему шепчете И когда Иногда в скафедре такое может быть Когда вы Хотите им сказать что-то важное Такое сокровенное И даже чуть-чуть Тише это говорите А иногда вы смело провозглашаете истину Поэтому здесь важно Важно замедление темпа речи Иногда замедление В вас что-то важное вы говорите Пауза Вы замедлили И люди сразу напряглись Слушают Потом еще паузу сделали Мы будем говорить об этом Очень важно Поэтому ясно, что для нас это Ну, не самое важное То есть риторика Это у нас главное сердце То, что мы выражаем Важно Идет ли от сердца проповедь И мы сами это понимаем Вы братья чувствуете Если бы приехал какой-то Там неверующий человек Выучил проповедь Вы бы почувствовали это сердце Что-то не то Красиво говорит Ярко Жесты, эмоции Нет Ничего в сердце Это не самое главное Но ответственность требует От нас такого серьезного Подхода к делу Чтобы мы красиво Хорошо Преподнесли проповедь Итак Братья Проповедование Первые Несколько разделов у нас будет Здесь подразделов Перед проповедью Что нужно делать перед проповедью Первое Быть готовым Помолиться Опять Попросить благословения Господа на проповедь Попросить, чтобы он Благословил проповедь И особенно Чтобы он благословил Проповедника Себя Один проповедник Заметил Сатана Позволил подготовить проповедь Но не позволил Подготовиться самому Проповедь готова А готов ли я сам Проповедовать Готов ли я проповедовать Подготовить себя И здесь Подготовка может Включать в себя Разные моменты Скажем Физическое состояние Готовым физически Говорить это Скажем Некоторые Гомилеты Учителя Не рекомендуют Ничего есть три до проповеди говорят что это тяжеловато если тяжелый желудок человек не сможет сильно выражать свои мысли конечно я понимаю наше время проповедь перед микрофоном там коротко 15 минут это проще нежели там 40 минут говорить без микрофона большой аудитории там надо намного больше сил но в целом это идея хорошая потому что когда работает желудок как говорили древние работает желудок не работает голова когда желудок насыщенный он занимает своим делом тогда он не позволяет вся кровь идет на вот осуществление этого процесса пищеварения вместо того чтобы идти к мозгу и делать поэтому даже физическое состояние должно быть хорошим бодрость проповедника живость проповедника энергия должна передавать слово божие достойно вести себя в собрании это тоже касается проповедника есть такая неплохая практическая книга андрея яковлевича прокопчука гомилетика простой брат когда-то он эмигрировал из белоруссии в парагвай там долгое время жил сейчас в америке ему где-то 96 лет он до сих пор живет здравствует вот и он так писал хорошо такие практические советы для проповедников он говорил как даже сидеть надо в собрании говорит сидеть нужно прилично ноги держать в порядке прилично заложить ногу за ногу но без тенденции к напыщенности сидеть нормально не согнувшись и не облокотившись библию нужно держать уважительно потому что в этой книге содержится истинное слово божие библии нужно относиться благоговейно даже ваш внешний вид особенно если где-то проповедник сидят впереди нашей церкви сейчас но мы все сидим вместе с залом то есть просто на первой скамейке зала сидят пресвитеры там хор сидит мы не ставим стол сверху но многих церквах сидят проповедник впереди на возвышенности вот и люди смотрят как они себя ведут как он держит ту же библию особенно гости некоторые не понимают были случаев сразу после перестройки гости приезжают там нет это держат библию привычки такой или на пол положат и наши верующие старые смотрят как можно библию на пол положил но внешний вид тоже о чем-то говорит надо очень хорошо внимательно носиться к себе дальше прокопчук пишет не советую чтобы проповедник все время смотрел свою библию но представьте вы говорите проповедуйте вторым или третьим на свой конспект не советую делать много пометок большую ошибку делают те проповедники которые во время собрания листают свою библию и пересматривают свои записки и не обращают внимание на собрание они ничего не слушают хотят чтобы их слушали тоже момент такой когда мы готовимся наверно вас бывает братья такое меня это такое искушение потому что я обычно проповедую заключение последним и я думаю о проповеди и это понятно я не могу забыть вообще не могу сделать вид что ничего не происходит меня переживание я думаю как я буду проповедовать как я скажу что господь хочет сказать молюсь об этом я смотрю еще раз на конспект а может мне надо еще то сказать может что-то надо добавить но здесь важно так не отвлекаться сильно потому что люди люди то смотрят чем ты занимаешься во время собрания вот и если они заметят видят что ты действительно такой занят своей проповедью ты никого не уважаешь не слушаешь других проповедников они тебя не захотят слушать поэтому проповедник должен участвовать тоже в собрании даже если проповеду вторым или третьим ну что еще перед проповедью напомнить себе перед выходом что библия это слово божие но я имею ввиду что надо как-то дерзновенно сильно выходить знаешь что мы проповедуем слово божие со страхом и трепетом но и с дерзновением вот один проповедник рекомендовал так говорит но если ты боишься проповедовать много людей вообрази что ты умнее всех вот и тогда проповедую но это опасный совет вот надо не это воображать надо представить себе что бог силен джон вэсли говорил я был так преисполнен страхом от сознания присутствия божия что совсем не замечал людей мы верим божье послание мы верим божье слово и это приносит благословение слушателей сэнки говорил о муди одной из причин успеха муди было то что он абсолютно всей душой верил в то послание которое говорил людям он верил то что говорил это было для него последней истиной и люди убеждались если проповедник верит люди верят этому во время проповеди первое голос голос спержин говорил наилучший голос не принесет пользы если нечего сказать проповеднику это тоже надо учитывать голос должен соответствовать слову я уже говорил разумно высказывать свои мысли естественно выражаться или радостно или торжественно но естественно выражать свои мысли вот о людях которые неправильно употребляют свой голос спержин писал вот интересные книги спержина проповеди он писал если человек говорящий столь неестественно не получить себе бронхита или другой какой болезни то я скажу тогда что это вероятно вследствие какого-либо особого непонятного для нас милосердия божьего вот он говорил что надо говорить естественно если мы говорим о смерти мы выражаемся печально если воскресенье но если мы говорим о воскресенье как не выразить радость своим голосом торжество победу для этого надо работать над голосом кстати вот музыканты много внимания обращают на голос а проповедники совсем об этом не думает а музыканты работают берегут упражняют голос а проповедникам вот это не имеет значения а проповедникам надо тоже не меньше заботиться говорить дыханием своим следить за зубами сейчас мне трудно говорить как раз перед ездом сюда меня проблема с пломбой случилась последнем зубе я уже чувствую мне немного трудно произносить некоторые выражения сложновато проповедник должен думать об этом насколько ему легко выражать это он должен заботиться об этом заботиться о своих легких вот даже обычные прогулки движение дыхание для того чтобы хватало воздуха у проповедника чтобы он мог набрать и говорить так с поставленным голосом чтобы хорошим был голос конечно самое лучшее это постоянно проповедовать самый лучший способ и развить свой голос спержин учил что проповедовать два раза в неделю господа очень опасно опять шесть раз напротив очень здорово не лишний даже 12 14 но может быть спержин при его возможностях хотя он тоже так часто не проповедовал ну где-то и других церквях да вот постоянно говорил и это развивало голос и раньше проповедники работали над своим голосом потому что не было этих микрофонов они вынуждены были это делать тот же уайтфильд вот его голос описывали как орган флейту и арфу в одном такой был красивый голос во время жизни утверждали что его голос могли слышать на расстоянии более полутора километров некоторые говорили двадцать пять тысяч однажды его слушала некоторые тридцать тысяч и сорок но действительно были голоса мы не говорил так спасибо богу когда всемогущий создавал меня он расположил голову так близко к телу что шеи у меня очень мало зато глотка лужомая вот и он радовался тому что у него была такая глотка это было очень важно так для проповедника вы сегодня в церкви в доме молитвы любом отключите микрофон так и более-менее большой средний размера дом молитвы все потерялось не слышно проповедника не хватает нам вот этой силы голоса но даже при микрофоне нужно сила голоса нужна поставленность ясность развитый голос может помочь человеку избежать монотонности однообразия спержен говорил нельзя придумать более скорого способа свистить с ума человека как посадили ему в ухо беспрерывно жужжащую муху или пчелу то есть когда человек очень быстро говорит ну это ненормально вот надо делать спокойно вот особенно вот мы говорили делать паузу очень важная мысль делать в нужном месте паузу говорят что слово серебро молчание золото иногда вот пауза это золото когда в проповеди мы делаем паузу и нам надо время от времени в проповедях делать паузы например когда но когда мы скажем переходим от одной части к другой мы закончили сделали паузу перетекнули пошли дальше вступление переход к самой части перед переходом к заключению пауза и особенно пауза когда мы какую-то ясную или сильную мысль выразили вот когда вы высказали какую-то такую серьезную мысль сделали паузу она еще звучит как бы эхом сердцах слушателей я заметил настолько сильный прием сильнее чем громкий голос пауза мы сказали когда мысль так людей вдохновила развитие мысли и вдруг остановились и люди в сердце опять переживают повторяет звучит это очень сильное очень сильное поэтому надо использовать паузы конечно колебания голоса о чем мы говорили здесь надо умеренность например резко повышать голос проханов говорила в одном человек который начинал проповедовать тихо а потом вдруг так возвышал голос что библии падали людей ну пугал людей это тоже ненормально вот должно быть в этом плане какая-то гармония слова мудрых высказанные спокойно выслушивается лучше нежели крик во властелина между глупыми спокойно мудрый говорит скорости речи это тоже спержен об этом очень красиво пишет он говорит что есть такая пытка одно слово сегодня другой завтра когда проповедники медленно говорят это тяжелая пытка который не всякий выдержит с другой стороны когда проповедник спержен пишет мчится словно испуганная лошадь тоже ненормально тоже в спешка это не позволяет воспринять то что говорит проповедь но умеренность одним словом братья тут много не надо говорить просто умеренность не слишком быстро не слишком медленно вот а ясно спокойно торжественно провозглашать слово божие ну и то что я уже говорил чтение библии при этом не забывать о чтении библии вот брат говорил читайте библию 8 10 раз очень важно вот проповеди ясно и четко читать библию вот очень печально когда проповедник читает текст и спотыкается на простых словах и как-то думаешь а вот вообще сам знает о чем будет пропит он даже текст не прочитал а если какое-то сложное еще слово ясно четко произнесение чтения библии особенно какой-то сложные тексты чтобы было видно что проповедник знает текст хотя бы что он ее прочитал как следует что на него не первый раз читает как-то иногда может показаться вот поэтому здесь естественность естественность иногда больше громче иногда тише вот не очень быстро не очень медленно спокойно ясно торжественно произносить слово божие мы продолжаем раздел во время проповеди проповедование и переходим к главе эмоции эмоции как выражать эмоции во время проповеди в проповеди должна быть вовлечена вся личность проповедника не только голос но чувство тело имеет большое значение то как мы передаем если но я уже говорил да передаем ли мы благую вести радостным голосом или печальным как мы проповедуем о христе мартин лой джонс рассказывает о проповеднике который разбирал книгу пророка иеремии и он начал с текста где говорится что огонь влёг меня божий и где иеремия говорит о горящем огне и он говорит все было бы хорошо но проповедь была холодной он говорил об огне так как будто бы сидел на вершине айсберга если мы поговорим о огне если мы говорим о радости спасения ну что-то должно быть на нашем лице голос нас должен поменяться если мы говорим о радости вот поэтому проповеди должны быть иметь какую-то эмоциональность спержен спержен учил об этом и говорил что должна быть эмоциональность Неважно, что люди скажут о вас, что вы слишком эмоциональны или фанатичны. Стреляйте в них раскаленными ядрами, потому что ни что другое, ни половину не годится для выполнения поставленной цели. Мы ходим на воскресное собрание для того, чтобы бросать в людей не снежные, а огненные шары. Мы должны закидать их гранатами неприятельские ряды, говорил Спеджин. Огненными. Огонь должен быть. Правильно сказано, что скучных тем не бывает, бывают скучные ораторы. А интересный оратор может говорить интересно на любую самую скучную тему, а тем более проповедовать Евангелие. Библия это не бухгалтерский отчет, и то некоторым интересно его читать. Но это интересная повесть о Божьей любви к человеку, это письмо, любовное письмо можно сказать. И его нужно проповедовать действительно эмоционально, потому что в ней есть любовь Божия. Но эмоции должны соответствовать содержанию, подкреплять содержанию проповеди. Вот здесь у нас есть крайности, да. Вот как брат говорил, он смотрит некоторые харизматические проповедники, там крики, крики, радости, эмоции. Но что о содержании можно говорить? Что главное для нас? С другой стороны, иногда мы, как серьезные, такие строгие баптисты, мы боимся эмоций. Иногда начинаем говорить скучно, серьезно, сухо, и людям не хватает эмоций. Но слушателям трудно угодить. Они жалуются или на то, что проповедник говорит слишком эмоционально, или на то, что он говорит слишком сухо. Вот. Но это не наши проблемы. Вот. Мы тоже должны учитывать. Спеджин говорил, что если вы эмоциональные эмоции должны соответствовать содержанию, подкреплять содержание проповеди. Вот. Поэтому если не научить людей чему-нибудь, то можно кричать. Веруй, веруй, веруй. Но во что они будут верить? Всякий призыв требует пояснения. Или еще. Избегай. Но чего избегать? Прибегай. Но к чему прибегать? Если вы проповедуете Христа и говорите покайся, в чем каяться? Надо ответить на вопросы. Что такое грех? В чем заключается зло? Какие последствия греха? Обратитесь. Что значит обратиться? Я уже говорил, что некоторые проповедники любят рассказывать в своих проповедях и представлять такие эмоциональные истории о похоронах, о умирающих детях, о падающих самолетах. И часто глаза людей увлажняются, наполняются стезами. Но приведет ли это к истине, к познанию истины? Что это дает? Какой результат истины? Испержин интересный пример приводит об одной девушке, которая читала какую-то книгу. И он говорит, я иду по пароходу, смотрю, а ее сердце обливается. Она плачет, плачет. Думаю, что же такое она читает? Говорит, посмотрел, какая-то сентиментальная история выдумана из-за один из дешевых романов. Она читает и плачет. Говорит, а мы говорим о реальных событиях, мы говорим о грехах людей, мы говорим о страданиях Христа. Вот и пусть тогда слезы текут ручками, пусть в проповеди будет огонь. Огонь и свет. Вот Спержин всегда соединял вот эти две идеи. В проповеди должен быть огонь и в проповеди должен быть свет. Нет, то есть эмоциональность. Но опять мы к тому же приходим, умеренность во всем. Без эмоциональности нельзя. Люди не любят слушать лекции. Им нужны проповеди. Ну и проповедь это не лекция, по сути. В нее вовлечен человек с его чувствами. С другой стороны, если мы просто кричим, но не подкрепляем свои слова какими-то мыслями, объяснениями, какой смысл в наших эмоциях? Опять же, умеренность. Умеренность и такой подход. Умеренный. И это же касается и жестов. Если продолжить тему, это же связано и с жестами. Но я не знаю, вы сейчас в ваших церквах, как вы считаете, чем больше проблема? Или с недостатком эмоций, или с их избытком? Вот у вас в церквах. Я вам скажу, что и то, и другое. И, короче, я имею в виду, я рассуждаю о категории проповедников. Есть, которые сухие проповедники, без эмоций. А есть, наоборот, сверхэмоциональные, но без содержания. Без сути. Да. Ну, надо быть таким проповедником, чтобы и эмоции проявлять. Ну, эмоции как проявлять? Эмоции – это не то, что мы можем принести на карте другу и запрограммировать. Это то, что в нашем сердце. Если мы это пережили. Эмоции – это не значит крики. Это может быть душевный голос. Леонид Иванович, я хочу просто сказать, это зависит от тех факторов, которые следуют перед этим. Если человек не подготовлен, мало подготовлен, слабо подготовлен, он использует те факторы, которых у него больше. Допустим, эмоциональность. Понимаете? Если человек подготовлен, он использует свое документальное знание. Ну, эмоции, они уходят на второй план. Понимаете? Вот тут зависит от этих. Поэтому проповедник должен себя готовить не только интеллектуально, но и духовно. Когда он молится, когда он духовно готовит, тогда есть огонь в проповеди. Ну, эмоции – это не значит, там, крики какие-то, но когда от души речь идет, когда не просто мы лекцию читаем. И это касается жестов, это касается и жестов, то, что мы говорили в отношении эмоций. Некоторые говорят, психологи, что словами мы передаем только небольшой процент информации. Очень много мы передаем своим голосом, тембром голоса, и еще больше зависит от выражения лица. Как человек себя ведет, как он передает. Когда он стоит на кафедре, как там движутся его пальцы, куда смотрят его глаза, что он делает. И проповедники часто своим внешним видом произносят другую проповедь. У нас есть один брат, такой добрый брат, он всегда, когда проповедует, улыбается. Он у нас учится на заочном отделении богословского факультета, и братья ему делали замечания, его же студенты, когда он был практиком гомеритический. Он там говорил о грехе, обвинял в том, что братья пользуются какими-то поддельными программами. Где-то копируют неправильно, не платят, не лицензионными программами пользуются в компьютерах. И он их очень сильно обличал в этом. Он сам говорит, что пользуется Линуксом, другой программой, которая не требует лицензии. И вот вы, братья. Но он обличал с такой улыбкой на лице. И у него улыбка не сходит с лица во все время проповеди. И когда он говорит о грехе, он всегда говорит с улыбкой. Как-то братья даже не могут воспринять серьезно. Ну а ты действительно говоришь серьезно? Или это так, вот шутка? Ну у него такое выражение, он только заходит на кафедру, он сразу улыбка, сделал такую улыбку и говорит. Он даже может понять как сарказм, что это улыбка. Нет, ну видно он серьезно говорит. По человеку видно в принципе серьезно. Но внешность все-таки должна как-то соответствовать. Например, с улыбкой говорить о грехе, ну иногда можно посмеяться, есть какие-то шутки делать. Но передать истину, ну видно, что на людей это не произвело впечатление. Ну о чем ты говоришь? Если ты говоришь жесты, эмоции, внешний вид должен соответствовать тому, что ты говоришь. Дело в том, что даже если брать тот факт, что Бог нас создал такими, нам не надо тогда ущемлять себя в чем-то. В этом-то и заключается наша личность, наша сущность в том, что мы гармонично и пропорционально все высказываем. Да, может быть мы не настолько эмоциональны, как, скажем, где-то люди на Кавказе. Вот когда рассказывают, что вот подходишь к человеку, он несет большой арбуз, его спрашивают. Ну ты знаешь, как пройти туда-то, туда-то? Он говорит, на, подержи арбуз. Нет! Не знаю, я брать нам взял. Он просто не может сказать без того, чтобы руки не развести. Некоторым из нас свежие руки. Сложно говорить людям некоторым. Или в кафедру. Надо хоть что-то где-то показывать. Есть разные проповедники. Есть проповедники, которых нет никаких жестов. Вот они выходят на кафедру, держатся, еще за кафедру бывает возьмутся, все, и от начала до конца. Никакого выражения на лице. Другие движутся. И это не то, что появилось в наше время. Интересно, церковный историк Евсевий, еще в IV веке, вот после рождения Христа, описывал одного проповедника, который, как он говорил в собрании, превратил в диковинные представления. И он говорит, он хлопает рукой по бедру, он топает ногами по кафедре. Тех, кто не восхваляет его, не машет, как в театрах платками, не восклицает, не вскакивает и не слушает беспорядочно, как окружающие его приспешники, мужчины и женщины. А слушает, как и положено в храме Божьем, благолепно и благообразно, он начинает оскорблять. То есть, он хочет, чтобы все шумели, чтобы все хлопали, ну, такое собрание. Как проповедовал Христос? Что вы можете сказать о Христе? Ненавязчиво. О его жестах, о его поведении во время проповеди. Естественно, может быть. Он возводил очек неба иногда, написано. Он поднимал руки, он употреблял какую-то живую иллюстрацию, он мог взять ребенка, показать. Он говорил, посмотрите на птиц небесных, взгляните на лилии. В то же время, ну, мы не читаем, чтобы там Христос бегал во время проповеди, прыгал, как-то гримасничал и так далее. Это было естественной. Естественной такой передачей, да, естественной передачей. Можно привести в качестве примера евангелиста Билли Грэма. В начале его служения один проповедник, кто-то, один наблюдатель насчитал 21 жест за минуту проповеди. 21 жест за минуту проповеди. То есть, такие жесты, складывание рук, сгибание, сжатие кулака, открытая ладонь, постукивание по кафедре, наклонение к кафедре, указывание перстом в ад, обращение к слушателям, указание на небо и так далее. Когда Билли Грэм был помоложе, он больше использовал эмоции, он был более эмоциональным. Сейчас уже, ну, позже он стал использовать меньше жестов. Он делает небольшие жесты, иногда поднимаете руку, чтобы показать на небо, иногда ладонь протянуть к людям, как бы предложение спасения. Вот. Ну, обычно это гармонирует с залом, с тем, что происходит. Чак Колсон мне тоже нравится, он использует жест. Чак Колсон. Тоже так гармонично. Да, да, да. И тоже и стучит, и бьет, и в грудь. Ну, есть люди, которые используют немало жестов, но оно гармонично. Я видел тоже Брюс Уилкинсон, скажем так, как он. И у него есть больше, он движется, что-то делает, но оно соответствует проповеди. Когда это соответствует красиво тексту, когда тексты соответствующие, это нормально. И жесты должны быть, но должны быть умеренными и благородными. Я думаю, лучше всего. Умеренность, благородство. Ну, в нашем контексте можно делать какие-то, иногда можно даже ударить. Надо знать, когда нужно ударить по кафедре кулаком. К месту ли это в данном случае. Может быть, показать на небо? Почему бы этого не сделать? Вниз? Разные могут быть жесты. Лучше всего, золотое правило такое вот жестикуляции. Лучше жестикулировать мало, но правильно. Чем много, но неправильно. Лучше пусть немного будет жестов, но они будут к месту, благородные. Поднять руку. Например, рекомендуют обычно наши гомилеты, если вы почитаете краткое учение проповеди про ханом или другие, обычно рекомендуют руки держать прямо по швам и в каких-то важных моментах поднимать руку. Или так поднять, или что-то показать людям. Но не делать очень много жестов. И жесты это не только руки, жесты это и голова. Поворот головы взглянуть в одну сторону, поднять глаза к ней, будет что-то сделать. Но такая умеренность жестов. Над чем нам надо работать, братья, и мне, и я думаю вам, избавляться от отвлекающих жестов. У нас есть некоторые жесты, которые мы непроизвольно делаем какие-то. Скажем, у кого очки, одевать, снимать очки иногда. Человек прочитает, снял, опять делал. Или доставать платок, опять вкладывать. Особенно неприятно, если платок грязный, и достается смятая тряпка какая-то, проповедник вытирается, опять кладет. Но это надо избегать, вот таких жестов. Еще есть такое понимание, как язык жестов. То есть это определенные движения, определенные действия. Руками они несут какую-то информацию, уже несут информацию. Поэтому надо это помнить и знать для проповедника. Скажем, если проповедник за кафедрой стоит несколько, откинувшись назад, это знак пренебрежения, никакого барьера. Если вы хотите чувствовать себя ближе, или чтобы вы близки к людям, обычно проповедник наклоняется, он как-то ближе, он заглядывает к ним. И зрительный контакт устанавливается, и контакт эмоциональный между проповедником. Это многое значит, да. А если проповедник так встал, немножко откинулся, все, сразу контакт нарушен между проповедником. То есть нам важно избавляться от таких ненужных жестов, поправить галстук, или складывать руки, или проверять время, вот, потерять, да, кто как там, или время там часы изнять. Некоторые проповедники, там, часы на кафедру, как об одном проповеднике говорят, выходит, часы на кафедру кладет, сын спрашивает отца, папа, а что это значит? А папа говорит, да это ровным счетом ничего не значит, он все равно будет затягивать. Ну, вот так, типа, часы положил, ага, буду смотреть, на самом деле не смотрит. Вот, то есть такие жесты, вот, да, посматривание на часы, это совсем неуместны, такого рода. Хорошо, если есть часы где-то вот так далее, они видны. Поэтому избавляться от разного рода ненужных или отвлекающих жестов, которые, вот, ни нам, ни слушателям не привозят никакого. Своевременные, да, своевременные, нужные по месту жесты. Это я писал об этом, да, избавляться от отвлекающих жестов. Знаете, как хорошо проверить себя? Записать на видео, вот, у вас здесь есть в видеокамере, записать свою проповедь и затем прокрутить на ускоренном режиме. Настолько хорошо видны жесты отвлекающие, вот, чем мы занимаемся. Если ускоренным режимом потом прокрутил вашу проповедь, вы заметите, скажем, смотришь проповедник одного, вот, или кафедра, кафедра, кафедра взялся, впустил. Вот, сразу на ускоренном режиме, сразу видны наши проблемы. Так мы прикладываем, так мы делаем, или Библию поднимаем, опускаем и так далее. Очень полезно, кстати, посмотреть, очень полезно. Вообще на себя, на себя со стороны. Со стороны на себя всегда хорошо посмотреть. Не всегда это так радует сильно, но... У меня желание было, я еще, ну, ребенком был, лет 16 было, у меня было желание, тогда не было видео как такового, а вот, чтобы записать на кассету голос, я хотел послушать, как я говорю, правильная речь, вот это у меня желание, я не знаю, откуда это было, но такое у меня желание. Ну, сейчас это нужно воплотить, полезно очень, очень хорошо, очень полезно проповедникам себя записать когда-то. Сделайте это, братья. Зрительный контакт. Известный эратор античности Цицерон считал, что в произнесении речи самым эффективным средством после голоса является зрительный контакт. И этот контакт устанавливается с момента выхода на кафедру, как только человек выходит на кафедру. Если вы выходите на кафедру, во-первых, выходите спокойно. Проповедник выходит с достоинством, не спешит, не семенит, не подпрыгивает, не бежит на кафедру. Он идет спокойно, размеренно, соответствуя вести, которые он будет проповедовать в Библии. Степина заходит на кафедру, когда он встал, и рекомендуется вначале обвести взглядом людей вокруг. Вот так посмотреть, где люди, на балконе там посмотреть. И таким образом как бы устанавливается контакт. Небольшая пауза, небольшая пауза. Как бы объединить людей, посмотреть на них, посмотреть сверху, снизу, и потом начать читать. И вот уже мы при этом устанавливаем контакт, чтобы привлечь внимание слушателей. И потом смотреть, продолжать смотреть на слушателей. Опять же, язык жестов. Классические правила коммуникации гласят. Чем больше человек вам нравится, тем чаще в разговоре вы ему стараетесь смотреть в глаза. То есть если вам человек нравится, вы смотрите в глаза. Заметьте, если вы говорите с кем-то, кто вам не нравится, вы стараетесь отвести глаза. Вам неприятно говорить с человеком, вы не хотите встречаться с ним взглядом. Вот если вы любите человека, вы им в глаза смотрите, и они вам смотрят. И молодые люди влюбленные ищут друг друга глазами. Если вы любите аудиторию, если вы любите людей, которых вы проповедуете, вы будете смотреть на них, вы будете смотреть им в глаза, не бояться их взгляда. Не то что на одного, на одного человека, на другого. Там спешно не водим, но так посмотрели туда, туда. И когда мы смотрим, устанавливается этот зрительный контакт, когда мы видим людей. Очень плохо, когда проповедник, скажем, смотрит поверх зала. Просто вверху. Все, контакта нет. Вливается. Или в сторону смотрит, или вверх-вниз. Конспект. Опять же, минимум 90% проповеди надо смотреть на людей. В чем здесь одна из опасностей конспекта. Вот мы будем об этом говорить, если хороший такой план. Смотреть на людей, смотреть в глаза, заглядывать в глаза людей. В душу их заглядывать. Вот это язык жестов. Внешность проповедника. Одежда, осанка, манеры проповедника привлекают внимание еще задолго до того, как он вышел на кафедру. Вот я уже говорил, что проповедник может произносить две проповеди. Одну словами, другую своим внешним видом. И хотя проповедь, по сути, не зависит, в конце концов, от внешнего вида, но все-таки люди сначала видят, потом слышат. В одном магазине эксперимент проводили. Сначала продавец работал в неформальной одежде. Джинсы, майка, кроссовки. А потом его постригли, одели в красивый костюм, строгий костюм. И говорят, что объем продаж вырос сразу на 30%. Люди приходят, смотрят, о, это специалист какой-то, этот человек знает, что делает. Весь внешний вид говорит и выдает в нем какого-то уважаемого человека, эксперта. Вот они просто парень какой-то зашел здесь, я тут хочу что-то продать. Есть другие факторы, но во многом это работает. Вы заметили, в солидных магазинах обычно продавцы носят униформу. Они делают одинаковую форму для всех. Вот это эксперты, эти люди знают, что делают. Они, соответственно, одеты. Что нужно проповеднику? Проповедник должен быть одет согласно обычаю в его церкви. Ну, среднему человеку в его церкви. В Африке это может быть другая одежда. В Африке там в каком-то племени на праздничное собрание проповедник может одеть шорты. И галстук на голое тело. Ну, это праздник большой, наверное, поэтому он так одевается. Не знаю. Но в Белоруссии или в России, в центральной полосе здесь, конечно, одежда будет другой. И один, тот же Андрей Яковлевич Прокопчук, я упоминал его, он пишет, что одежда проповедника должна быть средней моды. Здесь проповедник должен учитывать. Он не должен быть одет слишком так старо, но он не должен выглядеть слишком модно. Ярко. Если он выйдет в очень ярком галстуке, люди будут думать, а где он взял этот галстук? А сколько он стоит, интересно? Просто отвлекать внимание. Отвлекать внимание. Слишком яркий галстук, скажем, ну, например, желтый на синем, красиво смотрится. Мне нравится это сочетание. Я иногда одеваю, но на кафедру не одеваю. Вот на кафедру я предпочитаю более тона контрастные, такие, ну, скажем, вот как это. Там светлый, темный, вот обычная. Но разные яркие тона, там слишком ярко вызывающие желтые, может быть, слишком ярко кричащие красные. Если слишком яркие цвета какие-то, они могут отвлечь человека. Вот или какие-то рисунки оригинальные там на галстуке и так далее. Сам костюм человека, как он одет. Потом, опять же, с другой стороны, если он одет неаккуратно, вот если человек выходит, а у него мятые брюки сзади, страшно, а хор сидит там. И хор смотрит на него, и неприятно смотреть. Костюм помятые, брюки помятые, все, там, непочищенные туфли, ну, это отвлекает. И это вызывает неуважение к проповеднику. Или проповедник выходит, там, он не расчесан, волосы грубые, грязные. Вот опять, как будут воспринимать его слушатели, понимаете? То есть, внешность сразу же вызывает какую-то реакцию или обращает на себя внимание. Внешность проповедника, как он будет выглядеть и как он представляет свою проповедь. Какова внешность проповедника? Наша внешность должна влиять на нашу проповедь. Посмотреть в зеркало очень хорошо. Хорошо, если в братское зеркало, вот где-то, когда вы выходите на кафедру, да, чтобы можно было посмотреть, еще раз привести себя в порядок, причесаться, ну, это немаловажно. Ну, и одетым быть скромно, не слишком броско, не слишком мертно. Я понимаю, что есть разные моменты. Где-то профит для молодежи, может быть, такое вечернее общение, там, может быть, неформальным одеться. Но в целом, я думаю, что проповедник должен быть одет чуть более формально, нежели люди, которые его слушают. Скажем, если просто идет человек на собрание, он может там свитер, рубашку, с короткими рукавами, как угодно. Проповедник должен быть чуть аккуратнее, как бы собраннее, нежели средние люди. Скажем, лучше одеть, допустим, не обязательно костюм. Если жара, проповедник одевает костюм, люди опять переживают, чтобы он не вспотел, что ему жарко. И проповедник сидит, и людям жалко его даже. Вот, можно снять, но рубашка и галстук, это будет красиво смотреться. Не просто там, понимаете, хорошая рубашка, красивый галстук, аккуратно, ухоженно, выутяженные брюки. И проповедник должен смотреться, я думаю, чуть аккуратнее даже, чем люди в зале, какими бы они ни были. Поэтому надо обращать на это внимание. Внешность – это вот еще одна проповедь наша. То есть, внешность – это одна проповедь, и слова наши – это вторая проповедь. Ну и еще один подраздел у нас – способ произнесения проповеди. Великие проповедники разные методы использовали. Да, ну по прошедшему, по внешности. Есть ли какие-то у вас вопросы или мысли, или подсказки, что еще можно добавить к этому. Какие-то примеры из личной жизни, или хорошие, или плохие. Все нормально у нас в смешанности. Более-менее так все соответствует, да? Хорошо. Ну вот один пример был в нашей церкви, допустим, там не буду говорить кто, что просто проповедник вышел, у него были штаны, ну как модно, допустим, порванные там дырки были. А, какие? Вот, ну допустим, лично я по себе, ну как-то к этому отнесся, ну вышел да вышел, мне это не важно было. А со стороны я потом услышал то, что бабушки пожилого возраста, у них такой негатив уже был. Да, это может испортить сразу впечатление, причем на пустом месте. Вот, поэтому здесь надо учитывать эти моменты, да. Способ произнесения. Мы говорили о том, что есть разные варианты произнесения проповеди. И великие проповедники использовали различные методы произнесения. Например, один проповедник писал полный текст проповеди, но оставлял его и не брал с собой на кафедру. Спержин использовал краткие заметки. Вот другой проповедник запоминал свои проповеди. Готовил и потом все на память фактически изучивал. Еще один проповедник брал текст проповеди и подчеркивал главные какие-то предложения, чтобы были заметны. И использовал его как схемку какую-то. Если мы углубимся в историю, то мы заметим, например, что первые проповедники, разумеется, проповедовали без конспекта. Представьте, апостол Петр встал, полистал, полистал. А, вот об этом случае написано. Это уже они еще не пьяные и так далее. Вот третья часть дня. Нет, ну это было такое событие, иногда у нас случается, что-то внезапно происходит, мы не можем даже достать конспекты, мы не готовы. И тем более апостолы говорили о том, что видели и слышали. Вот когда мы рассказываем свидетельство, почему вот важно, например, при свидетельстве, чтобы человек не отвлекался сильно на конспект. Вот иногда бывает, человек выходит рассказывать свидетельство, и он читает, если это твое свидетельство. Ну понятно, что он может записать какие-то основные мысли, даты, чтобы не забыть или цифры, но минимум внимания к конспекту, если это личное свидетельство. Вот это твое личное свидетельство, или ты читаешь, или это не твое. Поэтому человек должен меньше отвлекаться. И так делали проповедники. Апостол Павел, когда вышел на Марсовом поле в Афинах, проповедовал. Ну разве он достал конспект? Нет. Он просто проповедовал, он увидел этих людей, он понял, что им нужно, и он говорил, о чем их нужно. Но постепенно проповеди стали усложняться. Во-первых, последующие проповеди, это уже была не проповедь свидетелей, а проповедь тех, кто изучал послания апостолов, то есть как бы уже их учеников. Они уже говорили о том, что видели апостолы. И уже сама проповедь поменялась, подход к проповеди. И потом стали появляться конспекты, чтобы легче было запомнить, изложить. И вообще сама культура общества менялась. Раньше была культура устной, люди все запоминали. У людей была память намного лучше. Все, что не говорилось, они могли пересказать, сделать. Сейчас мы полагаемся на вот эту технику, все мы записываем. Записные книжки электронные, маленькие записные книжки электронные, Pocket PC разного рода, коммуникаторы и так далее. Все мы это записываем. И память даже не такая у людей, поэтому нам надо что-то писать, чтобы не забыть. Но проповедники были разные. Некоторые брали, например, тот же Кальвин имел редкую память. Он только Библию брал на кафедру. Ничего, отличная память. Или тот же, скажем, Августин, он очень долго думал над своей проповедью. И он в уме определял основные пункты. Один, два, три. И потом он произносил. У него была тоже действительно феноменальная память. Поэтому он мог так это делать. Джордж Вайтфильд проповедовал без конспекта. Он очень много думал тоже над проповедью. Сидел, думал, занимался. У него проповедь уже проходила через его ум. Проходила через его ум. Ему легче было ее выражать. Чарльз Финей никогда не записывал своих проповедей. Но он обычно на карточке маленькой скелет проповеди представлял. Пункт один, два, три. Чтобы знать, чего держаться. Как идти дальше. Полные конспекты стали писать уже позже. Где-то в 16-17 веке проповеди усложнялись. И надо было уже писать, излагать все свои проповеди. Да мы знаем даже такого известного проповедника, как Джонатан Эдбартс. Мы вспоминали его проповеди. Грешники в руках раздневного бога. Он же брал конспект. И он читал по конспекту. Просто по порядку. Читал, читал и читал. И выражал свою проповедь. И люди просто хватались за шесты. Боялись провалиться в ад. Настолько было сильным впечатлением. Каковы преимущества того или другого метода? Как лучше нам говорить? Проповедь без конспекта, наверное, больше всего нравится слушателям. Когда человек говорит открыто. Когда человек смотрит на людей. Обращается к ним. У них связь. Он видит, как люди реагируют. С другой стороны, Я, например, когда вижу проповедника, выходящего без конспекта, Я иногда переживаю. Я думаю, а не потеряет ли он мысль? И мы встречаем такие случаи, Когда человек выходит и говорит 15 минут 20, И он сам не знает, о чем он говорил. Поэтому иногда бывает недостаток конспекта, Тоже сказывается негативно. Проповедь с конспектом имеет свои преимущества. Во-первых, остаются хорошие записи. А если записи очень хорошие, Вы можете в будущем выпустить книгу своих проповедей. И другие будут читать. И будет другим благословение. Вот можно их использовать в разных других моментах. Я, например, записываю свои проповеди почти целиком. Поэтому я их потом использую для радиобесед. Передаем. Там только немножко поработал. Уже готовая радиобеседа. Или как статья и так далее. То есть проповедь можно использовать в разных вариантах. Или потом издать книгу и так далее. И конспект помогает. Конспект как бы уверенность придает при произнесении проповеди. Как-то есть порядок, есть время, которое мы можем придерживаться. Но опасность в том, что мы можем быть привязаны к конспектам. Поэтому какой лучший вывод? Для большинства проповедников. Я говорю, что проповедники, каждый имеет особую индивидуальность. Мы не можем сказать, все проповедуйте с конспектом. Все без конспекта проповедуйте. Лучший такой вариант, средний вариант. Учитывая то, что люди разные. Я бы рекомендовал учиться писать проповеди. Когда мы пишем, тогда мы учимся формировать, формулировать свои мысли. Можно записывать. Если не писать, можно взять записывающее устройство и записывать то, как мы говорим. И учиться формулировать красиво свои мысли. Правильно, грамотно, последовательно. Но на кафедру, может быть, не брать полный конспект проповеди, а брак маленький план. Какие-то основные пункты. Если у вас три пункта, пункты, подпункты, примеры. И тогда вы не будете слишком увлечены конспектом. И в то же время вы не потеряетесь. Потому что иногда есть страх. Проповедник вышел, потерял мысль. Что делать? Потом начинает листать. И еще, кстати, конспекты чем хороши? Учитывая то, что компьютеры есть у многих из вас. Ведь в конспектах можно тексты Библии писать. Скопировали, поставили. Вы знаете, сколько проблем бывает, когда проповедник начинает искать текст Библии. Иногда бывает такое. Ищет, ищет. Где-то потерял закладку. Опять листает по новой. И люди переживают. Каждая пауза, она уже как-то томительно сказывается. Потом опять ищет. Когда текста много, он опять туда перекладывает. Опять начинает искать. Хорошо, если там пару текстов, он их быстро умеет найти. Но часто это приводит к напряженности проповеди. А когда она записана у вас на листочке, вы сразу ее прочитали. Хотя, в любом случае, братья, я выхожу все равно. У меня проповедь, все темы, тексты на листочке записаны. Но я выхожу с Библии и все равно. Мне внушает недоверие. Может быть, это лично мое впечатление, когда, скажем, проповедник выходит только с конспектом. Знаете, как-то так. Может, это просто мое впечатление, воспитание. Я привык. Но для меня Библия символизирует какой-то авторитет. Когда проповедник выходит с Библией, он положил Библию на кафедру, открыл ее, прочитал из нее. Это символ своего рода авторитета. Откуда мы берем авторитет? Когда он только выходит с конспектом, как-то сразу такое отношение. Его мысли он что-то изложил. Это на основании чего проповедовать. Хотя там записан текст Библии, но символически даже. Я бы рекомендовал даже с точки зрения символики использовать Библию. Опасность проповеди с конспектом часто приводит к чтению. Поэтому надо хорошо знать текст проповеди, повторять ее, чтобы по крайней мере 90% времени смотреть на слушателей. Тогда будет порядок проповеди. И последний подраздел в этом разделе повторение проповедей. Как часто можно повторять проповеди? Можно ли их повторять, произносить опять? Как вы думаете? Да. Христос повторялся? Прочитайте Евангелие. Апостол Павел. В разных главах смотрим. Тоже говорит, 16 глава, 24-й, 9-й, о своем обращении рассказывает. Джон Весли говорил, я не вникну в проповедь, пока не скажу ее 40 раз. Да ты что? Тут еще можно? Да. Такой нюанс. Исследования также произвели, что человек воспринимает, ну минимум, воспринимает человек евангельскую весть только на седьмой раз. Это имеется в виду уже человек-слушатель. Слушатель, да. Это если мы говорим. Это понятно. Да, это уже слушатель. Неплохо было бы если бы мысли, которые мы высказали в один раз в проповеди, повторили в другой раз в проповеди. Мы ее можем формулировать иначе, эти мысли, но опять эту же мысль, да. Вопрос в том, как их красиво представить. Чарльз Финей, он не согласен был вообще с таким методом, скажем, повторения проповеди. Вот он говорил, что я был в разных местах, люди разные, поэтому я всегда стараюсь говорить разное что-то. Вот, люди там такие или такие, такие, я вижу что-то другое. Но помните, мы цитировали и говорили про Весли? В Весли была идея, идея такая страстная, ну, если сказать так грубо, даже одержимость своего рода Христом, вот этой благой вестью. И для него, если он повторял, он настолько был этой вестью впечатлен, что он мог ее повторять еще раз, и еще раз, и еще раз. Именно весть о спасении через Христа. Немножко менял слова, тематику, текст где-то Библии другой, но фактически тоже он говорил снова и снова. Настолько эта весть была в его сердце пережитая. Но у нас бывают разные темы. Я думаю, что мы можем повторять проповеди, но повторение так, чтобы слушатели этого не замечали. Вот даже в одной церкви можно повторять что-то, но просто другими словами. Но если мы ее повторяем, то мы не можем просто взять конспект. Вот есть пример, там один брат выходит на кафедру, говорит, я собирался проповедовать от о том, о том, но вот две минуты назад, когда Господь повернул мои мысли, я буду говорить о другом. Ну, у него была какая-то старая проповедь с собой тоже, он несколько проповедей с собой взял, он достал тот конспект и говорил старый, и было слабо очень. Почему? Потому что он ее не пропустил перед проповедью опять через себя. Она тогда была яркой, вот когда он думал, он жил этой проповедью, как брат говорил, он неделю собирает, думает об этом, размышляет, она потеряла яркость. Я по себе замечаю, например, у меня были проповеди, вот одна проповедь, я ее раз 15 говорил, наверное, в разных церквах, не в одной церкви, в разных церквах, но потом я понял, что я ее больше не могу говорить. Как-то эта мысль прошла, а тогда я один раз, второй раз, ну, это было близко друг к другу, последовательно я говорил, один за другим, там, в одной церкви, через неделю, в другой, третья часто посещают церковь. Я одну проповедь очень долго говорил, вот сейчас у меня уже, наверное, нет таких проповедей, которые я так много говорю, сейчас, если я проповедь, раза три, четыре скажу, ну, это может быть максимум. Ну, бывают некоторые поучительные проповеди, например, у меня серия проповедей о познании воли Божьей, такая, особенно для молодежи, для других, я ее, может быть, чаще где-то буду говорить, это, ну, как поучительная своего рода, больше лекция такого плана. А так, вот раза три иногда бывает, скажу, а дальше чувствую, нет, вот, ну, нет уже ее как-то в сердце. Или же надо ее сильно опять пересмотреть, передумать, поразмышлять, помолиться, вот, если это нужно. С одной стороны, мы ожидаем побуждения, но с другой стороны, духи пророческие послушны пророкам. Иногда даже, вот, как бы, и не хотелось бы, может, но надо об этом проповедовать, какой-то грех есть, мы должны обличить это, и может быть, даже сатана будет как-то против нас восставать, чтобы мы не хотели, мы должны обличить, мы даже должны искать эту проповедь. Поэтому здесь какой-то баланс. Мы смотрим на Библию, и мы ищем вдохновение, мы молимся об этом, и духи пророческие послушны пророкам, поэтому мы учитываем И то и другое. А гармония, когда есть вдохновение, есть радость, мы пережили эту проповедь и текст нам легко на сердце ложится. Вот это тогда происходит гармония. Кто-то сказал, что проповедь можно повторять только в том случае, если ее стоило проповедовать первый раз. Если действительно хорошая проповедь, ее стоило проповедовать, то ее можно повторять. И я думаю, что Господь будет посылать вам некоторые проповеди и посылает, наверное, которые стоят того, чтобы где-то повторить. Например, евангелизационные проповеди некоторые я повторяю. Люди неверующие, если я в другом месте, я думаю, что это хорошая тема, мне нравится тема блудный сын. Она настолько ярко раскрывает вот эту идею ухода человека от Бога, примирения с Богом. Я ее несколько раз уже проповедовал на евангелизационных собраниях. И в одном городе, и в другом мы проводим палаточные евангелизационные собрания. Вот в этом году у нас планируется где-то 8, может быть, палаточных таких собраний в небольших городах. И я буду опять об этом проповедовать. Возможно, в одном из собраний. Не везде. В другом месте. Иногда мне не лежит на сердце, я беру другую тему. Но часто есть проповеди. Например, идея это спасение от Бога. Ну, чем она поменялась? Вот блудный сын. Это везде актуально. Вот это то, что с ним произошло. Я просто, может, другие слова где-то использую. Так, есть ли какие-то мысли у вас еще, братья, по произнесению проповеди? Ну, то если нет возможности, у меня вопрос такой, если нет возможности жесты применять, это нормально вообще? Ну, я знаю, что там руки, допустим, на кафедру положить. Единственное, что могу сделать, это положить руки на кафедру и все. Или спрятать их у себя за спиной. Как это будет выглядеть? Вообще, кафедра рекомендуется за кафедру вообще не держаться. Вот я этот момент упустил, не говорил об этом. Но я думаю, это не лучший вариант, когда вообще проповедник берется за кафедру. Я за нее держусь. Да, держаться. Ну, я понимаю, если там физически, скажем, тяжело где-то, это другой вопрос. Но обычно для проповедника облокачиваться на кафедру или держаться за кафедру не рекомендуется. Лучше этого не делать. Лучше опустить руки. Просто опустить. Да, лучше просто. И за спину не прятать, да? Ну, и за спину. Ну, если, вот представьте в разговоре с человеком, вот приходите к какому-то незнакомому человеку и говорите руки за спину. Он ложил. Как-то, ну, непонятно. Что ожидать? Руки за спиной, знаете, это что-то такое. Что-то спрятал. Что-то спрятал, да. Поэтому для проповедника руки в карманах. Опять же. Одна рука в кармане. В руках. В последнее время тоже стало как-то, ну, так модно научились молодые проповедники. Вот руки в карманы. Меня жена все время ругает, как только мы, если покупаем там костюм или брюки. Зашивай. Я первый, только я на себя одел, у меня сразу руки врезают в карманы. Вот. Такая привычка. В карманы. Зашить надо. Зашить. В некоторых костюмах новых. У меня даже здесь нет карманов, да. Ну, здесь есть. Так только сделано. Это ненормально, некрасиво. Это может быть, это несколько развязно звучит. Я понимаю, если вы в личной беседе там и говорите с группой людей, ну, это может быть как-то чем-то объяснить. Но когда вы в церкви, в собрании за кафедрой, я признаюсь, правда, что тоже есть такой, есть такой у меня момент иногда. Да, я могу руки в карманы где-то. Но если кафедра большая, я тогда вспоминаю сразу, никто не видит, кафедра большая, закрытая, стала, вынул. Ну, все, а от кафедры зависит. Порой-то бывает, как просто Пепитер, а порой-то такая мощная, что есть. Но в целом рука в кармане говорит о развязности некой. Поэтому я бы не рекомендовал. Это будет некрасиво. Вот в отношении проповеди. Слово Божие лучше не делать. А ходите во время этой самой проповеди? Ну, в нас обычно мы не ходим, потому что такая кафедра, микрофоны стоят. Если отойдешь, будет неудобно. В некоторых церквах, я бываю в некоторых новых церквах, и они дают такие микрофоны, радиомикрофон, какой-то есть у нас в церкви, допустим. Но и то, вот они все равно ставят Пепитер, я могу там где-то просто подойти вперед, чуть-чуть облокотиться. Вот так, выйти просто вперед кафедре, таким вот образом, где-то, или чуть дальше отойти. Вот, ну, я думаю, это не самое главное. То есть здесь сильно, в нашей культуре, по крайней мере, тут тоже зависит от того, в нашей такой славянско-православной культуре, я думаю, что, может быть, не стоит слишком много внимания уделить. Вот эти движения, жесты, ну, это не то, что характеризует обычно наших людей. Поэтому лучше здесь держаться более скромно. Вот, нет проблем в том, чтобы где-то отойти, вот, где-то так стать, там, или подойти, ну, чтобы была естественная более беседа. Вот, если это естественно, но какие-то жесты, ну, говорили о проповеднике Билли Санды был, говорили, что он набегал во время проповеди где-то полтора километра, вот, пока проповедь шла, туда-сюда, вот, приседал, прыгивал, двигался, поэтому он с собой возил массажиста, чтобы после проповеди его восстанавливать. Вот такие были проповеди. Ну, я думаю, в целом, для большинства нас, для наших проповедников, в наших церквах, это будет выглядеть несколько искусственно. Вот, то есть, надо учесть, может быть, и кафедры большие иногда становятся препятствием, надо сделать легкую кафедру. Вот, и сейчас делают, кстати, везде делают легкие кафедры, стараются как-то быть ближе к народу, вот, часто делают. Но движения, я думаю, должны быть умеренными, вот, хотя мы не привязаны к кафедре, Христос ходил. Но одно дело, если вы проповедуете на природе, как Христос, другое дело, если вы зашли в собрание, здесь кафедра, это уже другое дело, и люди сидят. Это уже другой вариант проповеди. Продолжение следует...